привет друзья это александр Шеметихин из Спортэк ТВ сегодня у нас в гостях легенда легенда не побоюсь этого слова уральского маунтинбайка Соловьев Евгений почему легенда в двух словах сейчас скажу Евгений первый чемпион россии из уральского региона чемпионом россии он стал среди юношей и юниоров в девяносто пятого в девяносто пятом году среди взрослых в двухтысячном то есть это блин женя это много лет назад 25 лет назад он был уже ты молоды выглядишь 25 лет назад он уже был чемпионом россии когда еще многие люди вообще не знали что такое маунтинбайк и кто-то вообще даже не видел велосипедов таких у нас уже были вот такие звезды Евгений также был участником чемпионата мира девяносто шестого двухтысячного и нас что по девяносто восьмого шам юнером по юнером да и двухтысячного уже по андерам 18-23 то есть имеет большой опыт был кандидатом в олимпийскую был до сильные то есть очень большой у него багаж женя вот последнее время чем занимался нет не так даже вот ты гонялся до какого года вот так до 2004 я упорно конечно занимался был сборной россии все было по определенному плану но потом в какое-то время немного почему-то цели охладели так сказать стало не так может быть интересно может быть появились какие-то новые интересы у меня лично и поэтому захотелось просто завязать со спортом видимо я накатался не знаю почему уже может быть а мотивация пропала потому что уже в россии все что можно выиграл и дальше я почувствую что не было никакого стремления продвижения дальше и поэтому как-то вот решил вот завязать да пропала мотивация да но так скажем не то что физически все нормально вот чисто психологически нет мотивации и как я думаю ты конечно себя не реализовал свое время я очень большой был потенциал и один из самых подающих надежды был гонщиков и в стране не то что в уральском регионе но вот евгений сколько получается у тебя перерыв был сейчас это как сказал один мой знакомый обычный жизненный цикл 12-15 лет прошло всего лишь 12-15 лет я абсолютно не катался на велосипеде у меня его даже не не садился были моменты там в районе там 6 7 может быть года я там что-то пытался собрать какой-то аппарат для донхилла но съездив пару раз на нашей горке в общем я понял что на это у меня абсолютно нет времени занимался семьей обустройством собственной жизни ну вот как-то так докатился до прошлого года до прошлого года пока я не зашел в магазин спортех не увидел своего старого друга и который предложил мне проехать один из знаменитых уральских марафонов ну а дальше как будто что-то щелкнуло и понесло затянуло затянуло конкретно евгений сейчас вот и год получается уже начал опять активно тренироваться выступать и вот сейчас он не сказал название этого марафона это большой камень в уфале и один из ну наверно один из важнейших интереснейших марафонов нашем регионе и евгений в этом году был четвертый в абсолюте проиграв только лишь действующим спортсменом первые два это чемпионы россии чемпионы россии ну еще один молодой перспективный да наш юниор да поэтому за год очень большой прогресс но в том году ты тоже не сильно далеко был там 13 по 11 в абсолюте но в том году я проиграл лидером полчаса и большую часть гонки я разговаривал с всевышним для того чтобы он вернул меня на место старта финиша вот но хотя собственные силы проверил конкретно конечно но это из разряда есть у спортсменов такая поговорка или пословица мастерство не пропьешь то есть если очень тяжело человек был на высоком уровне выступал небольшой период тренировок все равно он ходит на хороший уровень любители спортсмены но здесь не в обиду будет сказано конечно как бы не тренировались и сколько бы времени не посвящали и какие бы супер велосипеды не покупали но не всем дано выйти на на какой-то уровень здесь уже вот так вот устроен спорт так скажем евгений конечно талантливые гонщики ну сразу же я думаю если какое-то время он может может и за тройку было бы побольше свободного времени не тяготили бы какие-то жизненные нюансы возможно да и за тройку и за абсолют побороться но нынче были сильные ну естественно общероссийский я считаю уровень спортсменов все равно возрос до я думаю сейчас на данный момент до максимальных каких-то размеров нежели тогда в конце девяностых начале двухтысячных там конечно была конкуренция но не считаю что не настолько сильно как сейчас сейчас же парни шарашат я просто ошеломлен на каких скоростях и такая средняя скорость на грейдере по шоссе не могут ехать на такой скорости точно но и вот тогда же поделись своими планами вот сейчас тебя затянуло все ты горишь интересы вот что хочешь ну прежде всего ставим определенные цели на ближайшие так скажем полугода оставшиеся пару стартов есть у меня которые будут вот сейчас сентябре 5 6 также и сепи проводят марафон five o'clock очень интересная кстати гонка вот всем советую если хотите если хотите проверить на собственной силы вот самое самое оно вот в том году я попробовал ее уже был так более-менее подготовлен тяжело сразу скажу пять часов это очень тяжело но нужно просто грамотно рассчитать силы взять хороший велосипед себе хорошее питание и с позитивом поехать на старт это точно вот ну и все рекламируют еще 12 13 сентября слюгорудник да вот говорят я не был там я не бывал все говорят что там одна из лучших трасс в россии там и так далее одна из самых сложных очень технично технически автоматически у меня так получается что там где техничнее там мне легче потому что видимо какой-то опыт в голове сидит еще с прежних времен и вот как только появляется какая-то техника корни и камни и трамплины я прыг 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 почему-то уезжаю сам того не замечая на каком этапе я начинаю отрываться вот ну спуски конечно легко даются тоже видимо по той же причине на подъемах пока приходится терпеть скрипя зубами иной раз даже не в моготу это спорт да ну я думаю физику подтянем потихоньку вообще ты в курсе что на самом-то деле проводится много крупных соревнований но я не беру в расчет к текущей ситуации конечно нашу как бы вот эту ковидную а так в принципе что поехать там можно много куда ну да и есть и марафон и массовый уровень и помимо как бы российских есть и зарубежные где соответственно совсем уже другой уровень количество участников интерес то есть и причем где очень много правильное слово наверно буду сказать профессиональных любителей ну то есть не те которые уже в рейтинге у которых есть там очки там и сайтам и так далее которые тоже достаточно так интересно пока здесь так сказать потопчемся маленько наберем снова опыта на местных гоночках проверим пощупаем местных ребят ну так и ты уже почти всех пощупал еще не всех и я думаю можно будет строить планы на будущее дай бог ну что хочу сказать я вот сто процентов уверен в евгении то есть он всегда был очень талантливым спортсменом что у него все получится и мы еще услышим пусть там не в топовом профессиональной спорте но вот в массовом желаю тебе больших успехов спасибо ну и увидимся на соревнованиях обязательно все спасибо тебе спасибо